Мой друг имеет троих детей, двух сыновей и дочь. К сожалению, самый младший сын родился преждевременно, на седьмом месяце беременности, и родился мертвым. Однако, ему удалось быть оживленным, что вызвало множество проблем со здоровьем, включая паралич половины тела. В течение первых трех месяцев жизни ребенка, его родители переживали большое страдание, посещая разных врачей в поисках решения проблемы, но не получили удовлетворительных результатов. Тогда нейролог рекомендовал им купить щенка Чаучау или Лабрадора. Несмотря на возражения друга, который сравнил ситуацию с нахождением больного арахиса в мешке, врач заявил, что это приказ, а не совет. Семья купила трехмесячного Чаучау, что сделало старших дочерей очень счастливыми. Однако, щенок не проявлял интереса к ним, а к больному мальчику, которого в итоге укусил. Хотя родители были потрясены, удивительно, но собака укусила только парализованную сторону мальчика. Вместо того, чтобы запретить ему, они разрешили ему продолжать общаться со щенком. Массажистка была вызвана, чтобы помочь улучшить состояние младенца, но она порицала родителей за то, что не позволяли ребенку получать два массажа одновременно. Когда она узнала, что собака делала купрессуру на ребенка, она отказалась работать с ними, утверждая, что не может конкурировать с собакой. Через месяц произошло чудо, малыш протянул руки к собаке, используя обе стороны тела. Сука начала заботиться о младенце и ее щенке, и постепенно мальчик начал улучшаться. Теперь, когда ему больше года, он движется и ходит безупречно, что удивило врачей. Если вам понравилась история, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал для получения большего контента. Субтитры создавал DimaTorzok